МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем не менее, интересно проходят соревнования. Приятно, что и наша сборная в уменьшенном составе выступает медально. Думаю, что будут и золотые медали. Хочется в это верить. Жалеем, что уступили наши хоккеистки. Но все внимание к нашей хоккейной дружине. И сегодня у нас в гостях вице-президент спортивного клуба Черноморец Егор Варнаков. Здравствуйте. Егор Вячеславович, два слова о том, ваше мнение, ваша оценка проходящей Олимпиады в хамчане. Я считаю, что на сегодняшний день уже команда Российской Федерации выступает очень хорошо. Потому что уже в активе есть одна серебряная медаль, одна бронзовая медаль. Как вы сказали, обидно насчет проигрыша нашей сборной по хоккее женской. Но, я думаю, еще все впереди у них. Вы как представитель этой команды, которая наверху красная машина, ваше мнение, будут выигрывать, смогут выйти в финал? Я думаю, что должны даже не в финалах, но уже на золото замахнуться. И ваше мнение о той психологической обстановке, которая сейчас с нашими спортсменами и вообще на Олимпиаде? Ну, тяжелая обстановка, конечно. Но я считаю, она, наоборот, должна подстегивать на победу. То есть принципиально нам нужно выигрывать, чтобы показать, что мы не боимся этого, мы все равно выиграем, победим. Один из спортивных клубов у нас в городе Черноморец. И хотелось бы отметить, что действительно клуб на слуху, потому что два вида спорта, которые культивируются в этом, в принципе, в военном клубе, это прежде всего хоккей, хоккей на льду и также футбол. Футбол культивируется, культивируются все дисциплины, и футзал, и мини-футбол, и, конечно, можно сказать, классический футбол, как мы его называем. И вот несколько слов о том, о хоккее. Как хоккей играют настоящие мужчины? Ну, на сегодняшний день отлично играют. У нас в Активе даже в прошлом году состоялся кубок на призы командующего Черноморским флотом. Мы взяли первое место, мы обыграли даже одну из самых сильнейших команд, это команда Северного флота. Они улетели с поражением 7-3, насколько я помню. Это была сенсация на самом деле. Вот та спортивная арена, которая находится в Нахимовском училище, мы его называем и кадетским, дайте оценку. Отличная, отличная арена, то есть лед прекрасный. Не хватает трибун. Трибуны это, ну, мы ведем переговоры насчет трибун, скорее всего, они там скоро будет появиться. Сейчас особое внимание к трибунам, с зрителем на трибунах, потому что на трибунах разрешили российскую символику. Абсолютно верно, да. Поэтому и у нас тоже трибуны должны быть заполнены. Они так и будут. Итак, несколько слов об этом виде спорта. Культивируется ли хоккей в вашем клубе детский? Есть ли семьи из семей военнослужащих? Есть ребята хоккеисты? Очень много детей из семей военнослужащих. Мы стараемся набирать детей. Вообще дети играют с 6 лет. Берем это маленькие, вообще бегают в форме. Это очень красиво. Они стараются. Тренерский состав подобрали, тоже хороший, который занимается детьми. Также принимают участие в тренировке детей наши взрослые спортсмены. Потому что дети должны тянуться к взрослым. Если они видят игру взрослого человека, то, соответственно, они хотят играть так же, как взрослый. Очень интересно за этим наблюдать. И дети успехи делают большие. И, скажем так, эта поляна, которая в Кадетском корпусе находится, в том же Нахимовском училище, очень достойно выглядит. И всем нравится. Там раздевалки есть, душевые есть. То есть там проходит тренировочный процесс, как положено. Настоящая спортивная арена. Да. Я знаю, что наш клуб по хоккейу участвовал и в ночной хоккейной лиге. Да, но здесь больше в ночной хоккейной лиге в Сочи играли. Да, да, да. Ну, сыграли не очень хорошо. Но уже отметились. Это уже, скажем так, это были первые соревнования ночной хоккейной лиги Севастополя. Но, я считаю, заявились уже неплохо. Кто составляет костяк хоккейной команды спортивного клуба Черноморец? Ну, костяк на сегодняшний день составляют в основном хоккеисты. Это срочники во главе с помощником командующего по физ. воспитанию Черноморского флота Олега Владимировича Хоменко. Ну, вот он за собой ведет эту ночную хоккейную лигу. Я знаю, что у нас должен прийти турнир четырех. Я думаю, что мы пригласим обязательно и наших севастопольцев. И обращаюсь к телезрителям. То, что у нас идет подготовка. Я знаю, что Александр Викторович тоже приступил к тренировке. Да, он уже четыре раза, насколько я знаю, уже тренировался. Мы говорим о командующем. О командующем. О командующем Черноморским флотом. Адмирал Витко. Также одевает спортивную амуницию. И берет в руки клюшку. Вам с ним не приходилось играть в тройке? Нет, я в хоккей не играю, честно признаюсь. Да, больше как организатор. Да, больше как организатор. Хорошо, мы переходим к футбольной теме. И достижения футбольного клуба Черноморец в прошедшем сезоне. Я знаю, что особенно на соревнованиях среди военных у вас серьезные достижения. Да, мы стали в Севастополе, мы заняли первое место по футболу. Также мы четырехкратные уже чемпионы Южного военного округа. По мини-футболу, правда, по футзалу. Ну, ребята стремятся к победам очень серьезно. Настроены на победу всегда. Ну вот и результаты. Первое место и четыре раза, четыре сезона подряд мини-футбол чемпионы. Игры проходят у вас на родном стадионе «Металлист» ЦСКА. Ну, либо ЦСКА «Металлист», либо на базе Черноморского флота в бухте Стрелецкой. Мы восстановили стадион, помогали восстановлению стадиона, флоту. И теперь там установлены трибуны небольшие, ворота, поляна сделана, именно трава. Все там играем тоже. То есть за футбольное поле не стыдно там, да? И хотелось бы также сказать, что у нас в эти дни февральские мы отмечаем годовщину вывода советских войск из Афганистана. И, как я помню, освещал и вел эти соревнования, представлял игроков, команды в те первые годы 90-е и 91-е, когда и ваш спортивный клуб «Черноморец», и моряки Черноморского флота участвовали в соревнованиях, в которых были и воины-афганцы. Действительно проводится в клубе военно-патриотическая работа? Конечно. Военно-патриотическая работа проводится всегда, и она будет проводиться. Все-таки это же военные, они прямое отношение имеют к этому событию, к этой дате, 15 февраля. Это вывод войск был из Афганистана. То есть в этом году тоже будет проводиться, по-моему, у нас будет игра по мини-футболу. И так, это традиция, когда наши воины-афганцы одевают ордена, медали, и, конечно, мальчишки с ними фотографируются, берут автографы. Вот так проходит работа военно-патриотическая. Ведь я знаю о том, что костяк юношеской команды и хоккейной составляют дети военнослужащих, моряков. Да, поэтому здесь и стоит первоочередная задача – это воспитание патриотизма. То есть патриот – это и есть патриот. И какие у нас будут все-таки, всегда есть проблемы, но я знаю то, что большое внимание к спортивному клубу «Черноморец» и со стороны наших спортсменов с материка. Я знаю, что у вас подарили вам катер. Было большое действие в спортивном клубе «Черноморского флота», там, в ЦСКА. Несколько слов об этом. Это было в прошлом году, летом. Должно было это все вручение состояться, должно было на день военно-морского флота. Но немного мы его перенесли, потому что слишком плотный был график. Очень много мероприятий было. И мы участвовали, помогали в организации этих мероприятий. Сделали мы через неделю после праздника военно-морского флота. Был нам подарен катер, который уже два раза участвовал как вспомогательное судно на парусной регате Севастополя. Катер подарил нам наши шефы из Ярославля. То есть на сегодняшний день он базируется на базе «Черноморского флота». Это яхт-клуб, который находится на мысе «Хрустальной». Я хочу отметить, что он используется нашими «Х-менами» именно в парусном спорте. Да, это как вспомогательное судно. Это не развлечение. Это именно оно подарено для спорта, к спортивному клубу «Черноморец». Для того, чтобы мы могли помогать проведению соревнований, которые проводятся у нас в Севастополе. Ну и в первую очередь, конечно, для «Черноморского флота». Больших проблем с экипировкой, с амуницией наших хоккеистов, футболистов не испытывает спортивный клуб «Черноморец». Пока нет. Стараемся помогать как можем. Сейчас хоккеисты выехали в Санкт-Петербург. Несколько слов об этом. Выехали они туда именно участвовать в турнире, где опять встретятся с командой Северного флота. Готова ли команда вновь побеждать? Наши хоккеисты не поехали туда, Владимир Владимирович. У нас поехали хоккеисты тоже. Часть спортсменов выехала еще и на соревнования по пауэрлифтингу. По пауэрлифтингу уехали наши спортсмены. Они уехали на Урал. Там будет проводиться всероссийская спорта-океада. И будет проводиться чемпионат России по жиму штанги. Жиму штанги лежа. Да. Но я знаю, что у нас в команде несколько мастеров спорта. Да. И в том числе у нас есть и тот же самый мастер спорта – это Олег Владимирович Хоменко. Олег Владимирович поехал, во-первых, он будет судьей. Он поехал подтверждать свое судейское. Там надо проходить аккредитацию. У него в этом году будет аккредитация. Вот так мы пожелаем нашим представителям пауэрлифтинга только побед. А мы завершаем нашу программу. На наши вопросы ответил вице-президент спортивного клуба «Черноморец» Егор Воронаков. Звучит традиционное. Всего вам доброго, удачи и здоровья.